Даже в самом плохом человеке можно найти капельку хорошего, если его хорошенько обыскать. Пришло время для денег советов, и у нас всегда есть, что вам предложить. Мы часто на работе обедаем лапшой быстрого приготовления, руки. Хотя на упаковке нарисованы разные мясо, колбаса, помидоры, перец, и в рекламе утверждают, что в лапше все натуральное. А как все на самом деле? Технология приготовления лапши проста. Лапша высушивается при температуре 160 градусов по Цельсию. При нагреве масла образуется перекись и гидроперекись, которые могут нанести вред здоровью. Если не хотите рисковать здоровьем, приобретайте продукцию крупных производителей, которые не экономят на масле. Масло обязательно должно быть свежим. Внимательно знакомьтесь с этикеткой продукта. В составе обязательно должен быть указан яичный порошок. Срок годности лапши быстрого приготовления не может быть больше 6 месяцев. Основным этапом приготовления лапши на предприятии является не обжаривание, а пропаривание. Если этот этап был пропущен, то лапша будет уже не быстрого приготовления. Правильная лапша готова к употреблению через 4 минуты. Если уж судьба заставляет нас обедать лапшой быстрого приготовления, то советуем не сыпать в нее прилагающиеся специи, а перемешать ее с той же тушенкой, салатом или в крайнем случае колбасой. Пользы больше. Ну это я так сказал для зрителей. А ты вот, на, грызи. Каждый год инновационные технологии добираются до все новых продуктов, преподнося нам разные полуфабрикаты быстрого приготовления. А люди продолжают спорить, безопасно ли это. Пакетированный чай не обладает таким тонким и нежным ароматом, как листовой чай. Чай в пакетике это ломанный чайный лист, высевка от которой зависит качество конечной продукции. Если в коробке с пакетиками чая много пыли, то либо чай низкого качества, либо он долго хранился. Срок годности не имеет большое значение. Целебная сила чайных листочков сохраняется до одного года. Чем моложе чай, тем насыщеннее вкус. Проверьте цвет чаинок в пакетике. Рыжие вкрапления жилки чайного листа снижают качество чая. Чем мельче чайный лист, тем быстрее он заваривается. Пена на поверхности чашки свидетельствует о свежести чая. Кстати, сегодня совсем необычный день. День рождения чайного пакетика. И я не забыл для тебя подарок. Охрана! Вот тебе пакетик персональный стакан. Пока он не слышит, залей его кипятком и принеси. Выбор гладильной доски не менее важен, чем выбор самого утюга. И к нему стоит подойти. Серьезно. Кроме регулярной глажки наступают моменты, когда после стирки нужно быстро погладить брюки или блузку. И таким образом гладить приходится каждый день. Да, гладильная доска все же требуется. Свободен. Перед покупкой проверьте доску на прочность. Доска не будет прогибаться под тяжестью утюга, если имеются два металлических профиля, изготовленные из нержавеющей стали. Под чехлом у хорошей доски должна быть конструкция с решеткой. Из стали, а не из фанеры или ДСП, которые по действиям воды и пара быстро деформируются. Самая практичная ткань для чехла – комбинация хлопка и фетра, которая не пригорает и к ней липнет синтетическая одежда. Для устойчивости стальные механизмы ножек должны быть соединены при помощи винтов, а не заклепок. Доски также могут оснащаться дополнительными полочками. Это все делает конструкцию громоздкой и тяжелой. Это также повышает стоимость доски. Поэтому хорошо подумайте, нужно ли вам это. Если у вас возникло желание что-то сделать, подождите немного, оно пройдет. А сделайте, все равно придется переделывать. С вами был Евгений Звучак. Запомните, дельные советы вы можете услышать только от нас. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!